Я из России, а вы? Я из Киева. Меня Александр зовут. Меня Руслан. О чем поговорим? Не знаю, о чем угодно. Мы сегодня обсуждаем новостную повестку дня, а если говорить откровенно, то выборы, на которые сегодня Путин дадал согласие, что будет оказываться выдвигаться кандидатом. Что думаете по этому поводу? Это для вас неожиданность? Для меня нет. Для жителей России, как оказалось, вчера у нас был соцопрос и большинство россиян говорили, а не факт, что он пойдет. Это абсолютно для нас неожиданность никакая. Я вам просто цитирую то, что слышал вчера. Не знаю, от кого вы слышали. Вот вы сейчас слышите от жителей России, что для меня это абсолютно не неожиданность. Замечательно. То есть вы прогнозировали, что так и будет? Конечно, однозначно. Как думаете пройдет ли данный кандидат и станет ли в очередной раз? Однозначно. Почему? Потому что мы его все любим, поддерживаем и уважаем. А за что любите и уважаете? Ой, много за что его можно любить. Ну и так, давайте три момента мне. Можно услышать. Я вам один момент назову, просто один момент. Давайте. три же там много. Поднял Россию с колен. Продолжайте. Смешно вы. И в чем это выражается, пожалуйста? А кто это смеется? Кто сейчас смеялся? А у нас полный зал людей сегодня. 3042 человека у нас сегодня в зале. Да, мы все на большом экране, кстати. А можете показать большой экран? Нет, вы себя посмотрите потом в ютубе. У нас шоу на России. На каком канале? На отличном. Как называется? Давайте я сейчас прямо, прямо сейчас поищу. Ну-ка. Канал называется «Путин хуй». К Новому году монтируем шикарных да хуйбов из России. Ну ладно. Ну ладно. Дальше что? Вы сказали, что Путин поднял Россию с колен. Хотелось бы узнать, где именно он это сделал и как отображать. Пожалуйста. Везде. Можно пример? Ну, какой вам пример дать? Ну, подумайте. Если везде, я думаю, их много. Ну вот, взять город, в котором я живу. Давайте возьмем ваш город. А как называется? Казань называется. Что в Казани? Что у вас упало, а он поднял? Какая была Казань при Ельцине и какая она стала при Путине? Можно услышать этот момент. Можете загуглить. Расскажите, мы потом найдем всю информацию. Да, вы расскажите пока, что вы и чем говорите с Казани? Был город в упадке, был город грязный, разрушенный. А сейчас это город, который просто там, я не знаю, можно назвать по вашим украинским меркам, европейский город. Киев даже рядом не стоит. Сдается мне, мы это уже слышали, да. А когда Казань стал российским городом? Можете мне напомнить? Не знаю, когда, но он российский город. Мы же говорим, когда Путин поднял... А, я понял. Я понял. Ну, я смотрю, вы тоже не татар, ни разу российский город. Хорошо, переходим в Казань. Итак, давайте посмотрим, как выглядит у нас Казань. Это у нас европейский город. А, это европейский дом у нас в Казани, а вон второй маленький. Очень шикарный. Слушайте, Путин поднял, конечно, все, что мог. Продолжайте, продолжайте рассказывать, мы посмотрим дальше, что у вас еще тут интересного. Это Казань, вы представляете? Это Казань так выглядит. Это ваш город европейский. Оп, мы опять в Казани. Какой кошмар. Какую улицу мне посмотреть? Скажите, пожалуйста, где европейская улица в Казани? Ямашево. Ямашево? Это вообще из кого названа данная улица? Расскажите нам пока история, пока открывается. Пожалуйста. Я не знаю историю, давайте. Проспект Хусаина-Ямашево? Да, да, да. Великий русский... Нет, российский, да, вы сказали? Российский город Казань. Украинский, украинский. Ну, пожалуйста, отстойте до конца уже вашу точку зрения. Вы же исконно русский товарищ. Смотрите, давайте. Вы историю расскажите, давайте. Смотрите. Вы не грубите, потому что нахуй пойдете. Мы не досмотрим улицу. Мы же не про историю сейчас говорим, а про состояние. Конечно, про состояние. Хорошо, улица Ямашево. Это полный пи***. Ну, вот как есть. Это улица Ямашево, да? Вот это. Не нравится. Что вам там не нравится? Потрясающая улица. В Европе таких, конечно же, нет. Нет. Боже мой, я боюсь даже двигаться дальше по этому перекрестку замечательному. Там вдалеке меня, а слева что? А тут яма. Как неудобно. Ямашево. Куда же дед? С улицами не прокатило у тебя сказание, да. Расскажи мне про конституцию лучше. Очень хочется послушать, да. Конституция Республики Татарстан. Очень интересно. Что ты думаешь по этому поводу? В каком году она была принята? Удиви меня. Ямашево. Ты сейчас пойдешь, а у нас тут три тысячи человек на тебя смотрят. Ребят, подождите, пожалуйста, сейчас его перемкнет немножко. Историю ты не знаешь. Почему была названа улица, в честь кого я х** его знаю, почему Казань это русский, российский. Не знаю. А про конституцию что ты знаешь? Ты мне улицу просто покажи и все. Я тебе сейчас направление покажу. Покажи. Это налево. Теперь про конституцию. Итак, я жду ответ на простой вопрос, дружочек. Итак, конституция Республики Татарстан, когда было принято? Улицу Ямашево покажи. Ясно. Последний шанс. У меня вот руки здесь. В каком году была принята данная конституция? Мы говорим об улице Ямашево. О какой-нибудь конституции мы не говорим. Я даю тебе 10 секунд подумать над своим ответом. Время идет. Итак, твой ответ. Улица Ямашево покажи. И это неправильный ответ. Конституция Республики Татарстан была принята 6 ноября 1992 года. Сходи нахуй. Да, твою очко переходит в зрительный зал. Сходи, пожалуйста, налево. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...